Так, короче, смотри, как один лайфхак мгновенно генерирует новый лайфхак. Короче, по поводу варенья из клубники. Значит, смотри, берём клубнику, промываем под водой, погружаем в блендер, хвостики не очищаем, время тратим на бесполезное занятие. Там же хлорофилл, а хлорофилл полезен, он зелёные коктейли из чего делают? Из хлорофилла. Так, шо, не понял, ага, понял, и понеслась. Короче, ладно, я без тебя дожму и продолжим. Короче, смотри, оп, получается волшебная, волшебная красная жижа. Так, теперь берём, короче, видишь, я сюда переливаю на дуршлачок. Сейчас ещё возьму так ложечку, тщательно протру. Почему? Объясню. Потому что всё-таки не все хвостики перебиваются, немного там травок остаётся. Та, что не перебилась, останется сверху на сетке, а там мы получаем чистый встав. Потом, что мы с ним делаем дальше? Дальше мы берём дегидратор, сушку или сушку на русском языке. Простилаем пергаментную бумагу и заливаем слоем. Смотри, это получилось, что вчера остаток так сделал, потом с утра нарезал. И подсушиваем. Ну, короче, вообще это называется пастила. Я не знаю, до какой степени её сушат, как её нарезают. Я никогда её не ел. И в целом, у меня как бы сама пастила не особо... Ну, может быть, меня в этом году попрёт. А вот. Смотри. Боже мой, она что-то таки шикарна. Её бачка молотить. Короче. Смотри. Вот такая. Ты можешь себе сушить пастилу. Или, я не знаю, там, брулончики заворачивать. Но. Вдумайся в саму идею. Вот ты человек хочет именно... Для чего он варенье делает? Для того, чтобы зимой что-то жрать было, правильно? Что ему надо для того, чтобы сварить варенье? Банки, сахар, кипяток, крышки. Пойди купи крышки, закатай это. Потом в следующем году эти крышки выкинешь. Купи эти банки стеклянные. Сколько местов? Вариант номер два. Заморозка. У тебя целая камера набита. Сколько оно занимает места? Не дай бог где-то снаряд прилетает в столб. Свет отключают. Оно всё тает. Оно всё пропадает. Здесь же мы получаем вот такие замечательные штучки. Как их там нарезать? На какие кубики, ромбики? Хоть, я не знаю, хоть нарежь на вот такие изюминки. Не с тобой разговариваю. А потом, к примеру, тут тебе захотелось варенье. Ты берёшь, погружаешь вот это всё дело в водичку. На энное количество времени, в энное количество воды. Ну, немного, в чистую воду. И потом по новой блендером взбиваешь. Ты можешь опять, грубо говоря, в декабре месяце на Новый год получить чистейший, свежайший, этот клубничный джем без каких-либо консервантов. Притом, грубо говоря, который хранился всё это время, не занимал много пространства. Ты же, понимаешь, влаги нет, насколько оно меньше занимает пространство. Ты понимаешь, это как круто. Ты сейчас смотришь и думаешь, блин, таким бредом люди занимаются. Кто-то это варенье варит. Помимо того, что пока ты его сваришь, всё, что там было в клубнике полезное, вываришь. Дегидратор, он просто влагу удаляет. Всё полезное, всё, что там было, оно всё и остаётся. Ну, может, конечно, на какой-то процентик падает. Сахара нет. Хочешь, там если ты сладенького, можешь там мёда добавить. Либо при необходимости, ну, именно самой сахар. Иногда люди просто сахар, потому что сладкое любят, добавляют. Но в целом, его добавляют, потому что это консервант. Не, у меня, по-моему, я никогда не делал такую хрень. Я видел, в интернет-магазинах продаётся. Короче, браза, времени очень мало. Клубника скоро отойдёт. Так что давай, бегом за дегидратором и за клубникой дуй. Давай, я тоже погнал.